Я не знаю. Так хочется, Мира. Погиб он 14 февраля. Ну, это как бы день влюбленных, день Валентина. Ну, я думаю, что он вообще был ребенок необычный. И даже день смерти тоже необычный. То есть все девчонки, ребята, мы. Это день, который отмечается, никогда не заботится. Было ему 18 лет. Назвали Георгием, потому что он 6 мая родился. По православному календарю 6 мая это день Георгия Побетона. Это у нас Георгий. Но он не воевал с украинцами, понимаете. Он воевал с вот этим беззаконием, с людьми, которые пришли убивать. Он говорил, мамочка, а кто тебя защитит? Кто? Кто защитит тебя и Сэм, меньшего брата? Поэтому, да, у нас есть знакомые, есть масса примеров, которые взяли оружие и пошли. Это и дети, и семьями ушли. Люди оставили бизнес. И, наверное, самое большое ошибочное мнение, когда считают, что здесь воюют российские войска. Ну, во-первых, русские и украинцы, как бы они ни говорили, мы все равно все славяне. И славяне по духу. То есть... То есть... Если бы не воевали русские войска, через неделю уже настал бы мир. Да. И Порошенко... Воюют дети. Сидел бы в Америке, вонючей. Нельзя так говорить. Сидел бы в жопу своему президенту, Обаме. Нельзя так говорить. Можно это говорить. Воюют дети. Понимаете, дети берутся за груша. 18, 19, 20 лет. То есть... Кстати, этот президент, который Порошенко, и на него, наверное, может быть, как никто, возлагала надежды. То есть Турчинов развязал войну. Я думала, что придет законный президент. Ну, пускай он не выбирался нашими регионами. Ну, по крайней мере, он был выбран остальной частью Украины. Как бы так это преподносилось. Я думала, что у человека хватит... Ну, здравого смысла остановить вот это то, что началось. Нельзя было допускать войны. Ее нужно было останавливать. Потому что кровь льется, и она льется с двух сторон. И теряют матери с двух сторон. А терять это всегда больно. Ну, хорошо. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Ana Laura Borrell, el documental Donbass, las masacres silenciadas El bombardeo permanente que ha realizado el régimen criminal Que surge después del golpe de estado en Ucrania en el 2014 Contra las regiones del este, ahora de dos repúblicas Pequeñitas, hermanitas, Lugansk y Danes Lo que se conoce como el Donbass Fíjense que tan trascendente ha sido Ucrania en la construcción Incluso de la historia de la Unión Soviética Que en los primeros años de la revolución bolchevique El Donbass era conocido como el corazón de la Unión Soviética Una zona muy rica en recursos naturales Obviamente también está ahí todo el tema De quien controla ese cinturón de energía Un viejo sueño que viene a Occidente Para arrodillar a toda esa parte asiática Nosotros nos vamos rápidamente Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!